здравствуйте друзья хотел поделиться последнее время ну вот прямо моды какая-то столь пошла интенсивно пишут пока что вот в мил и говорят что мы вот такая организация разные организации вот мы такая организация которая как бы обустраивает рекламу через блогеров причем некоторые мне пишут предлагая рекламу через блогеров а некоторые мне пишут предлагая нашему каналу включиться в такой сервис по рекламе через блогеров то есть идея у них такая вот есть компания хочет как-то прорекламируется им говорят идите к нам платите бабки мы размещаем вашу рекламу среди блогеров и вот эти блогеры у себя там ее поместят но если это будет просто реклама там допустим не за там 15 секунд какой-нибудь там что-нибудь летаете самолетами аэрофлота это как бы понятно что реклама я как бы так рекламу вставляют в каналы без этого google тот же вставляет за три копейки вот но там есть еще такая как бы фишечка как реклама заказная то есть там делают такие беды говорят блогеры кто хочет участвовать в рекламе вот там такого-то продукта значит должны подготовить там такое такое то вот и значит они получат там заказ на размещение рекламы то есть если коммерческое телевидение до существует ну просто существует за счет рекламы ну или его государство содержит или какие-то структуры там богатые почти почти слившиеся с государством вот как газпром например вот так теперь они хотят значит блогера то есть как бы такой как канал информации которые в общем то не предвзятый вот он там сидит в машине вот он едет там показывает что вокруг я бы вам сейчас дорогу показывал просто солнце с той стороны вот показывает рассказывает болтает о своей жизни там еще чё-то вот а сейчас и и ему даже не не то что вот по знакомому или там кого-то он там показал вот я тоже разных людей показываю я понимаю что я влияю каким-то образом может быть на на то что о них узнают и может быть там даже какая-то копеечка упадет но я это не делаю в обмен на деньги а я это делаю потому что я вижу что человек интересный хороший иначе я не стану просто этого делал я я денег не беру но просто вот как сказать создается некая ситуация которая потенциально ведет к подрыву доверия то есть если блогер например превращается в коммерческого такого в продавца до средства за деньги начинает рассказывать о чем-то о чем понятия не имеет о чем что к нему лично не относится но просто как способ заработка это как бы опошляет идею я не не то что там какой-то большой теоретик этого дела или там идеологическую борьбу веду но прелесть вот я я как бы ценю прелесть прелесть блогинга состоит в том что рассказывает там о своей жизни о том что видит о том о чем думает что-то он прочитал кто-то ему сказал с кем-то он встретился и если сам себе человек интересен это с кем он встречается и о чем они там беседует интересно такое застеколье да вот то его можно смотреть например там он может быть сам но чем-то увлечен или политически как-то индоктринирован или зомбирован или что-то конечно все живые люди вот на всяком случае зритель выбирает кто ему ближе а тут когда получается как знаете вот я когда-то очень положительно относился к такому изданию как блумберг то есть как бы финансовая такая вещь они там могут и о политике о том и всем но как-то вот доверие было потом я смотрю раз два три какие-то ангажированные люди что-то они какую что-то не протаскивают какие-то вещи даже не пытаясь быть объективным и так далее и уже ты начинаешь смотреть вот уже по именам то есть даже я могу пойти почитать блумберг и сейчас но я уже смотрю кто пишет потому что есть такие которых я читать не буду вот поэтому то же самое вот они хотят сделать блогером я не знаю я думаю что блогеры такие мощные которых много много всего и которые реально зарабатывают на рекламе они вряд ли нуждаются в услугах вот таких вот разместителей рекламы то есть у них есть я так понимаю свои какие-то уже механизмы вот блогер маленький который думает как заработать потому что на самом деле заработать ведь на кликах от гугла вообще невозможно ну то есть я вот говорю у меня с миллиона просмотров 300 долларов в месяц и мне наташа квик пишет что ты знаешь вот нет она услышала меня награды зашу меня с миллиона просмотров тысячи долларов в месяц это конечно но но просто у нее реклама очень часто стоит если если я буду так часто рекламу ставить я не знаю меня половина канала пишется мне так кажется то есть как-то очень сложно там минутку смотришь реклама минутку смотришь реклама ну конечно можно и так тоже я имею ввиду без того чтобы ну как бы обижать сильно нагружать зрители но вот смирена там 300 долларов дайте что что такое миллион просмотров вот чего стоит сделать миллион просмотров и сколько народу вообще имеют в принципе миллион просмотров в месяц есть такие что и в день имеют я не знаю но но все-таки поэтому так и денег-то никаких нету может быть есть такие места где там на 300 долларов можно жить месяц семье я не знаю таких мест не знаю но с другой стороны если ты живешь в таком месте то где тебе это просмотр набирать ну не знаю честно что показывать кроме вот этого леса или вот этой лужайки так что конечно нужны какие-то механизмы но вот эта мысль включить блогера в такой коммерческий контекст меня огорчает потому что весь смысл блогинга в том чтобы это было не официально не проплачено не как сказать не ангажировано тем более в обмен на денежные знаки то есть ангажированность там какая-нибудь политическая или там экономическая еще какая-то бывает но чтобы вот так просто вот уже как вот просто за деньги конечно не не знаю мне это не близко вот друзья такие мысли по дороге на работу счастливо